Привет! Сегодня практикуем и я буду рассказывать вам, как рисовать шар и зачем нам это делать. Так вот, вот это шар. Он задержит в себе секрет всех художников, главный секрет. А это круг и он плоский. Разница между кругом и шаром, как между первым и пятым размером груди. Она как бы в объеме, понимаете меня. Круг плоский, шар объемный. Почему я предлагаю вам начать с рисования шара и не предлагаю вам сразу научиться рисовать портрет, как вы мечтаете? Дело в том, что лицо, как и шар, оно объемное. И вам нужно понимать законы, по которым цвета и тени, полутона, рефлексы и блики распределяются по лицу, собственно формируя его основные линии, которые вы считываете глазом. Это была первая причина, по которой мы рисуем шар. Вторая причина, по которой мы сегодня рисуем шар, заключается в том, что даже такой простой, казалось бы, предмет, как шар, и такое простое умение, как умение его рисовать, уже можно применить в творчестве. Мы будем делать классный калаш с шаром. Но для начала мы его нарисуем. Поехали практиковать! Нарисуйте круг в любом удобном для вас редакторе или программе. И сейчас мы будем делать из него шар по следующей формуле. Со стороны источника света мы нарисуем полутон, свет, блик, полутон, собственная тень, рефлекс от окружения, рефлекс от падающей тени и сама падающая тень. Свет как бы ударяется о предмет, в нашем случае о шар, в самой ближней к себе, к источнику света, точке. И дальше начинает по форме плавно растекаться по шару. Ну, в общем, звучит красиво, но поскольку лучи света прямые, а форма шара, она ведь заворачивается и уходит от этих лучей. Таким образом образуется полутон, а за ним и собственная тень. Собственная тень – это та площадь на шаре, на которую свет не попал совсем. Но шар продолжает заворачиваться, продолжает округляться. И по мере своего округления форма его начинает улавливать отраженный свет от окружающих, ну, допустим, стен, и формирует рефлекс от окружения. А потом, если шар не висит в воздухе, а, например, находится близко к стене и лежит на полу, естественно, он отбрасывает падающую тень. И эта падающая тень, будучи темной, дает уже темное отражение на определенном участке шара и формирует рефлекс от падающей тени, такую темную кромку. Вот так вот у нас и получился постепенно весь комплект. Полутон – свет, блик, полутон – собственная тень, рефлекс от окружения, рефлекс от падающей тени и сама падающая тень. Вуаля! Наш шарик готов. Теперь я перенесла свой шар в большую, красивую, качественную фотографию. Мультиплицировала его, сделала, чтобы шариков было много. Немного подкрутила их для того, чтобы они соответствовали освещению на самой фотографии и природнила их к фотографии, сделав их соответствующими рисунку на фото. Добавила одну еще дополнительную падающую тенюшку и немного успокоила их собственные падающие тени, так как они довольно далеко, согласно этой фотографии, находятся от фона. И, собственно, все. Делитесь, пожалуйста, тем, что получилось у вас, присылайте мне картинки, я буду очень рада их видеть. Пока-пока!